Я рада представить нашего следующего докладчика Андрея Саксонов, ведущий Scala-разработчик компании DataArt. Андрей, инженер-разработчик с более чем шестилетним опытом работы в IT-индустрии, участвовал в разработке различных приложений на Java и на Scala и в последнее время стал уделять больше внимания NoSQL базы данным, FRP-парадигме и архитектурам, основанным на микросервисах. Андрей, тебе слово. А мне еще и микрофон дадут. Класс. Сегодня тема моей презентации довольно приземленная. А поднимите руку, сколько здесь Java программистов? О, класс. А сколько тестировщиков? О, они куда-то все ушли. Я помню, их с утра много было. Ну ладно. На самом деле, так или иначе, в своей работе все мы, да, те, кто работает в IT-индустрии, сталкиваемся с такой штукой, как баг-трекеры. Ишью-трекеры, системы отслеживания ошибок и так далее. И вот один из популярных продуктов – это Atlassian Jira. Поднимите руку, кто пользовался Jira и кто ее видел. О, да. Ну в общем, да, я по адресу пришел. Но сегодня я буду рассказывать о том, как можно разрабатывать плагины для этой системы. Зачем вообще можно разрабатывать плагины? Ну давайте для начала вспомним о том, что такое Jira, да. Jira – это такая штука, вот на скриншоте это плагин Jira Agile, да, там такая Agile-доска с задачами, она не находится в разных статусах. Так вот, Jira – это такая система для отслеживания статуса задач. То есть задачи могут быть самые разные. Это могут быть задачи для аналитиков, сбор требований, это могут быть задачи для тестировщиков, тестирования, непосредственно разработка и так далее. На самом деле я видел в том числе попытки подсадить на Jira, например, бухгалтеров. Да, а что такого? Ну давайте внедрим Agile в бухгалтерии. Нет, серьезно, на полном серьезе. И при достаточно больших командах это будет… Вот, у нас в HR подразделении, да, HR люди пользуются Jira и, наверное, скрамбордом. А, понятно. Собственно, наверное, я больше ничего говорить не буду, все и так понятно. Вот этот вот текст взят с официального сайта. И основная идея в том, что Jira позволяет планировать работу. И давайте посмотрим, а что еще можно делать в Jira. Вот сейчас будет небольшой обзор существующих плагинов. Прежде чем отвечать на вопрос, как писать плагины, давайте посмотрим, а что сделать можно. Вот начнем как бы снизу вверх. Это такой плагин называется Plain Tasks. Вот на скриншоте, в общем-то, все, что он делает. То есть вот это Project View. Видно, что открыт проект демо, там лид этого проекта указан. И вот у нас добавляется новый элемент в левом сайдбаре. Называется Plain Tasks. Ну, идея очень простая. На самом деле в Confluence, в Confluence, как бы тоже продукты от LSEAN, это реализованы из коробки. Там это называется Action Points. Соответственно, идея в чем? Когда вы ставите галочку в тот чекбоксик, задача закрывается. То есть какие-то простые таски, которым не нужен workflow. То есть задача либо существует, либо мы ее сделали. Соответственно, вот в некоторых случаях весь этот workflow, он как бы излишний, поэтому появился вот такой плагин, который позволяет упростить управление задачами, то есть не городить какой-то дополнительный workflow, который состоит из двух действий и так далее. Уже в существующем проекте вот просто ставим плагин. Да, и там вот цена указана, для тех, кто считает, что это бесперспективное занятие. На самом деле цены на плагины довольно кусачие. То есть, как правило, на 10 пользователей это всегда 10 долларов, какой бы вы там плагин ни взяли, как и сама Jira, собственно. А вот при росте числа пользователей там уже, ну то есть понятно, что такой маленький плагинчик, 800 долларов как-то уже. Ладно, давайте посмотрим на более тяжелую артиллерию. Немножко верстка презентации едет. PPT запустили, да? Ну ладно, плагин называется Folio, и вот иконка такая, свинья копилка. Это плагин, который, да, я слышу там возгласе 4000 долларов, да-да-да. Вот для большой организации именно столько он и стоит. Более того, я вам скажу, что Jira для такого количества пользователей уже сама примерно в те же деньги, да? То есть вам нужно купить Jira, еще вам нужно купить этот плагин, и того вы уже потратили 8000 долларов и еще ничего не сделали. Какая красота, да? В общем, в чем суть плагина? Это попытка довольно успешная подсадить на Jira отдел кадров. То есть что это такое? Это подразделение, предприятие, да, в котором существуют некоторые люди, вот там administration, developers. Там видно, сколько часов, сколько часов они работали за определенный период, там, кажется, с марта 2014 года по настоящее время. То есть вот у кого-то там красненькое, это я вам вот подскажу, вам подписи не видно, потому что качество плохое. Это переработки. То есть там вот написано, что некто там Virginia Woolf работала 150% в течение этого отчетного периода, то есть там по 60 часов в неделю. И в этом плагине полностью как бы заносятся все данные о затратах по проекту. То есть там есть такое понятие, как rate человека, он может быть почасовым, он может получать зарплату за день, он может получать фиксированную сумму в месяц. Там есть так называемые ad hoc costs, да, ну, пример для проекта, купили два макбука. То есть это какие-то единоразовые косты. Есть косты, которые происходят по расписанию, я не знаю, там домен вам нужно продлевать каждый год, я не знаю, там интернет оплачивать каждый месяц и так далее. Все это учитывается, и на выходе получается, там есть репортинг, есть всякие красивые диаграммки, там пайчартики и так далее. Получается инструмент для уже бухгалтерии. Дальше темпа. Ну, знакомая картинка, наверное, для всех, кто работал в аутсорсе, такая табличка с восьмерочками, да. Идея этого плагина как раз в этом заключается. Да, это учет рабочего времени. Я тут немножко оговорюсь, я написал темпа, но на самом деле плагин называется темпа-таймшитс, потому что у темпа очень много плагинов, я просто не стал длинное название писать. Можно посмотреть, да, он тоже дорого стоит. Ну, решает, в общем-то, опять же, задачу репортинга. Вот эти красивые таблички экспортировать в Excel, в PDF и так далее, класть их на стол руководителю, я не знаю, там, показывать заказчику, что вот видите, видите, мы вот в этом месяце там на какой-то проект потратили столько-то времени, а у нас там, я не знаю, фикс прайс был, поэтому там договариваетесь о том, что надо добавить что-то. Ну, табличка, в общем-то, понятная. Еще там есть, опять же, планирование времени, туда можно заносить отпуска, там какие-то выходные, holidays и так далее. Да, еще там есть механизм аппрувинга. Это означает, что вот за отчетный период, например, вот здесь видно, что по умолчанию один месяц, там с 1 марта по 31 марта, у вас написано, что current months open, и это означает, что отчет менеджеру, который аппрувит ваши таймшиты, за этот месяц еще не отправлен. То есть там тогда бы появилось current months approved. То есть идея в том, что за какой-то отчетный период, я, например, работал на проекте, где такой отчетный период был неделя, то есть в пятницу вечером все засылали там 40 часов за неделю, и менеджер либо подтверждал, либо rejectил эти таймшиты. То есть rejectил в том смысле, что там содержалась какая-то ошибка. Кто-то, например, овертаймы забыл зарепортить, а менеджер вспомнил, да? Ну или наоборот, вы там себе переработки, которых не было, вписали, а он такой, нет, платить не будем. Собственно, вот такой вот плагин. Ну и теперь более такие низкоуровневые вещи. Плагин Profields. Вот я его поставил наверхушку, да, это последний плагин, несмотря на то, что он стоит дешевле, там 1400 долларов, то есть по сути он должен делать какой-то, ну должен быть поменьше, да, чем предыдущий. Но идея в чем? Плагин Profields решает насущную проблему, которая существует в Jira. Там уже на протяжении, что-то мне не изменает память, двух лет висит тикет по поводу того, что, немножко предыстории, на уровне issue в Jira есть такое понятие, как Custom Fields. То есть для схемы тикета можно добавлять какие-то свои кастомные поля. Например, очень популярна такая вещь, как реквестер, да, то есть в тикете запоминать, а кто запросил изменения, да, какой бизнес-пользователь, то есть кто вообще отвечает за то, что эта работа была включена в план. Проблема заключается в том, что таких кастом полей не предусмотрено для проекта. То есть вот механизма расширения схемы проектов в Jira нет. И, соответственно, есть такой плагин, называется ProFields, который эту проблему решает. Он там сбоку в отдельной табличке хранит кастомные поля для проекта. Я вот специально перед тем, как сюда на сцену выйти, вчера посмотрел на статус этого тикета в Jira, обещая, что в течение следующих пару лет они обязательно это как бы в Jira в коробку добавят, то есть они хотят кастом фьюлс на уровне проекта. Ну и теперь, собственно, как разрабатывать плагины для Jira. Мы вот сейчас посмотрели, какие идеи витают в воздухе, что делается для Jira. Начинается все с такой вещи, как Atlassian SDK. Это набор инструментов для разработчика не только для разработки для Atlassian Jira, но и для всей линейки продуктов Atlassian. Как то Confluence, Crowd и так далее. Более того, у всех этих продуктов в последнее время, вот в последних версиях наметилась такая тендекция выделения общего API. Вот я тут написал shared access layer. Это вот оно самое. То есть несмотря на то, что в этих продуктах используются разные библиотеки, разные подходы и так далее, внутри Atlassian существует понимание, что нужно это как-то унифицировать и, например, дать возможность создавать какие-то общие плагины. У меня вот сейчас просто в голову пришло, например, логирование входа в систему. То есть когда пользователь залогинился в Jira, в Confluence, в Bamboo, еще куда-то. По сути, это же можно было бы сделать одним плагином для всех этих продуктов, но, к сожалению, сейчас так сделать нельзя, потому что API для работы с базой, с пользователями, он немножко различен по историческим причинам. Но вот сейчас идет процесс по унификации. На скриншоте я вот, опять же, когда там среда, 18 марта, сделал скриншот со своей машины, из чего состоит Atlassian SDK. По сути, это такой запакованный, хорошо знакомый Java разработчикам Maven, версии 3.2.1, вот в последней версии Atlassian SDK, но это не суть важно. И какие там добавки есть. То есть вместе с этим SDK, он весит там что-то в районе 400 мегабайт, идет большой репозиторий, идет файлик settings.xml, который является конфигурацией Maven для того, чтобы он какие-то зависимости брал из этого репозитория, а не скачивал с Maven Central. Плюс там еще прописан репозиторий Atlassian Maven Repository, в котором лежат публичные Atlassian библиотеки. На самом деле у Atlassian, помимо их продуктов, есть довольно много open-source библиотек, которые можно использовать в отрыве от продуктов Atlassian. Ну, на вскидку, вот назову два таких продукта. Это Atlassian Seraph, это библиотека для организации single sign-on систем. Я бы сказал, что это конкурент Spring Security, ну, такой, просто они на одном поле играют. И есть такой интересный продукт, Atlassian Fugu, Functional Guava Extensions. Там библиотека Guava, хорошо известная, наверное, Java-программистам, дополняется всякими функциональными вещами, там функторы, аппликативные монады и там всякое такое. Что самое интересное, это все используется в коде Jira, например, то есть иногда можно встретить какие-то API, которые на вход, например, функцию принимают, или там option, или айзеры, и все такое прочее. Трансформеры всякие. Ну и, собственно, на этом Atlassian SDK заканчивается. Вот на самом деле мы в текущем проекте его больше не используем. То есть после того, как мы разработались, как это все работает, мы собираем наш проект обычным ванильным мейвеном. Все библиотеки у нас скачиваются из нашего хранилища артефактов внутрикорпоративного. Там у нас Nexus, который все это закешировал давным-давно. И, соответственно, нам этот Atlassian SDK уже не нужен. Но вот когда вы только начинаете разрабатывать плагин, в этом SDK содержится некоторое количество скриптов, которые, по сути, оборачивают мейвен-таски. То есть это не более чем и Саш, и бат-файлики для разных платформ, в которых происходит вызов мейвен-задач с определенным набором ключей. Ну, я их разделил на пять групп. То есть первая группа – это то, что вам может понадобиться, когда вы новый плагин создаете. Там создаются некие скелетики плагинов. То есть там можно сказать Atlas, Create, Jira, плагин, модуль, REST. И он вас спросит, как вы хотите REST endpoint назвать, какой формат данных вы хотите отдавать, путь до класса, который является ответом, укажите и так далее. Ну и для всех прочих компонентов, сейчас об этом чуть попозже поговорим, там такой консольный визард присутствует. На самом деле это все опционально. Опять же, когда вы понимаете, как писать код, то это все можно делать вручную, не обязательно пользоваться всеми этими визардами. Но вот из интересного расскажу про команду Atlas Clover. Clover – это такой фреймворк для каверич-репортинга. То есть там для встроенного фреймворка тестирования, который поддерживает юнит-тесты, интеграционные тесты, еще есть встроенный каркас для того, чтобы каверич-репорт показывать. То есть вы просто эту команду запускаете, у вас на выходе HTML или PDF, я уже точно не помню, в которой написано, какие части у вас там, какое покрытие тестами содержат. Ну, Atlas Run, Atlas Debug в принципе понятно. Там запускается… Да, тут стоит сказать о том, что Jira – это вообще Java EE приложение, написанное на классических технологиях. Сейчас на следующем слайде будет. И там запускается, например, тамкат. Рядом создается файлик для встроенной базы данных H2, в который загружаются какие-то там тестовые проекты и прочее. И все это можно локальной машине потестить. Да, и плюс там еще включена специальная лицензия, называется Development License. То есть Jira – это вообще платный продукт, но вот на localhost его можно запустить при помощи этого тулкита. И там такая лицензия однодневная. То есть она выпускается сроком на один день каждый раз, когда вы эту Jira запускаете. Вот. Ну и еще две команды, про которые я расскажу. Это Atlas Create Home Zip и Atlas Install Plugin. Все остальное оно как бы само себя описывает. Atlas Create Home Zip, оно позволяет, эта команда позволяет вам создать zip-архив, который содержит архив текущих данных в Jira. То есть вы в этой тестовой Jira, которую команду Atlas Run что-то запустили, создали проект, создали какие-то ищи, там подвигали их как-то, создали какие-то данные, запустили эту команду, и у вас состояние этой Jira запаковалось zip-файл. В следующий раз, когда вы захотите с этого же места начать, удобно для тестирования, да, то есть когда вы захотите с этого же места начать, этот zip-файл можно как параметр команде Atlas Run указать, и, соответственно, оно будет из этого zip-файла использовать состояние базы данных на тот момент. И команда Atlas Install Plugin, она немножко вводит в заблуждение. Например, ей не надо устанавливать плагин на production, потому что эта команда требует наличия специального development backdoor в этом, в инстансе Jira, на который вы устанавливаете плагин, то есть это там такой специальный девелоперский плагин, называется fastdev для быстрой разработки, для hot deploying и так далее. Там частичная компиляция поддерживается, то есть не обязательно Jira целиком рестартовать каждый раз, когда вы сделали изменения в своем плагине. Такое просто предупреждение. Просто я видел, как была попытка использовать эту команду deploy of production, которая закончилась какими-то совершенно жуткими скриптами в Jenkins'е, и потом от всего этого отказались. Ну вот, теперь, собственно, из чего, что такое Jira? То есть вот вы сели программировать для Jira, какие технологии там используются внутри, с чем вам рано или поздно придется столкнуться. Ну, как я уже говорил, это классическое Java EE приложение, используется Java 7, про Maven уже поговорили, OSGI. Ну, это такой контейнер, да. Каждый плагин, который вы деплоите в Jira, он как бы живет в такой собственной песочнице, и это обеспечивает технологии OSGI. В частности, реализация непосредственно в Jira, это Apache Felix. Active Objects. Ну, тут стоит сказать, что Jira это очень старый продукт, на самом деле. Active Objects это некий аналог Hibernate, если кто слышал такой библиотеки, то есть это ORM. Но вот именно про Active Objects стоит сказать, что она такая относительно низкоуровневая, там очень много надо писать вручную SQL и так далее. Причина простая. Все это было до того, как Hibernate еще там второй версии даже появился. Вот, например, в Confluence этот продукт появился позже Jira, и там уже Hibernate, внимание, версии 2 используется, то есть там текущая пятая какая-то, мне кажется. И все это обновляться пока не спешит. В общем, стоит к этому привыкнуть. Есть там dependency injection контейнер, и тут опять же есть некие отголоски истории. В некоторых местах там используется Pico. Это такая очень старая библиотека для dependency injection. Я так помню, что она поддерживала injection в одном единственном силе, через внедрение зависимости в конструкторе. Все новые сервисы в Jira, которые создаются, они используют Spring. Spring, причем даже в последних версиях Jira не очень свежий. Там 2.5 я на скриншоте написал, на скриншоте на слайде написал. Причем он настроен тоже на использование, внедрение зависимости через конструктор. То есть на самом деле, когда вы используете dependency injection внутри Jira, вы не знаете, в каком контейнере конкретно это будет обработано. Все зависит от контекста. То есть если вы создаете REST-сервис с JaxxRest-аннотациями, скорее всего это будет Java EE, Spring, вот это вот все. А в других местах я не могу ручаться. То есть, например, если вы создаете Job, то у меня есть большие подозрения, что это все Pico контейнер обрабатывает. Так, JaxxRest для REST это понятно. Там используются Jersey. Причем такой какой-то патчный атласиан. В нем есть свои ваги. Мы на них натыкались. Для поиска, для хранения индекса, для полнотекстового поиска используется Apache Lusen, Quartz для скетлинга задач, Job, да? Seraph. Ну я уже говорил, это решение для SSO, то есть для авторизации используется. JUnit для тестирования. Velocity это UI-темплейты. Да, есть еще такая библиотека Atlassian User Interface. Это JavaScript библиотека. Опять же, я специально пометил, что она стендалон. Она не привязана к Atlassian Jira. Ее можно отдельно использовать для построения интерфейсов, которые как бы визуально схожи с интерфейсом Jira. То есть там есть все CSS, есть все там компоненты, которые в Jira используются. То есть там User Picker и Project Picker и прочее. Это можно все в отдельном веб-приложении использовать. Все это reusable. И используется технология Google Gadgets. Если кто помнит, в Jira есть такая вещь, как Dashboard. То есть вы когда в проект… Нет, не в проект. Дашборды там существуют отдельно. Когда в Jira логинитесь, у каждого пользователя есть какой-то стартовый дашборд, и там экран поделен на такие секции. Очень похоже на то, что раньше у Google было продукт iGoogle, когда вы могли стартовую страницу сами из блоков построить. Вот это основано на технологии Google Gadgets. То есть это приложения отдельные, которые живут внутри страницы, встраиваются в страницу, но при этом имеют свою логику, имеют свой life cycle и так далее. Чем-то на портлеты похоже. Вот, собственно, с чего начинается Jira плагин. Это вот такой маленький файлик, который называется atlacianplugin.xml. И это отправная точка вообще всего, что происходит в любом Jira плагине. Это дескриптор. То есть вы загружаете некий код в Jira. Там для этого в страничке администрирования Jira есть специальная формочка. Там можно загрузить Jira файл. Он загружается, добавляется в возги контейнера, начинает работать. И после этого сама Jira, для того, чтобы понять, а что ваш плагин, собственно, предоставляет нам, используется вот этот дескриптор. Вот этот плагин не делает ничего. Он просто как бы необходим для того, чтобы плагин вообще задеплоился в Jira. То есть тут есть ключ плагина. Он должен быть уникальным. Там project group id. И вот этот доллар фигурной скобочки, это все из пом.xml мавановского берется. То есть property задаются глобально. Вендор, да, там version description. Ну, понятно, такой стандартный джентльменский набор. И для того, чтобы из этого сделать плагин, вот это уже как бы плагин, который что-то делает. Вот мы добавили туда два тега. Это ресурс и custom field type. То есть этот плагин расширяет нашу Jira каким-то новым типом кастомных полей для issue. То есть вот стандартные поля в issue могут иметь там тип data, date range, по-моему, еще что-то такое там, строка, целое число, там boolean, галочку ставить. Вот мы хотим какой-то пользовательский тип на уровне issue добавить. Вот это делается при помощи такого дескриптора. Соответственно, ресурс i18n, да, internationalization. Это понятно, вот по такому пути, comatlacian samples tutorial, будет лежать файлик, который называется myjira-plugin.properties, и он содержит строковые ресурсы для нашего интерфейса. Соответственно, это стандартный internationalization. Если у вас лежит там рядом файлик myjira-plugin.ru по отчеркиванию ru.properties, и у пользователя выбран русский язык в настройках jira, то значения будут автоматически подтягиваться отсюда. В общем-то, стандартная для java.ee вещь. Теперь непосредственно вот про custom field type. Custom field type – это уже элемент использования Atlassian, там, jira-atlasian, Atlassian-jira-api. То есть мы объявляем новый тип custom-ных полей, добавляем ему i18n-name-key, то есть по какому ключу в этом properties файлике искать его текстовое описание, когда пользователь его, там, добавляя через администраторский интерфейс jira в какой-то тип issue, да, это custom-ное поле. И, соответственно, класс, который это custom-ное поле реализует. Вот my custom field. Ну, опять же, описание, которое там появится в админке, в данном случае мы не пользуемся ключом из myjira-plugin.properties, да, то есть оно у нас будет не локализованное. Для всех языков там будет строка themycustomfieldplugin, это не будет переводиться, оно статически здесь задано. И задаем, что есть два velocity-шаблона, то есть для view, как это custom-поле просматривать, view.vm и как это custom-ное поле редактировать, то есть формочка для просмотра значений и формочка для редактирования значений. Все просто. Теперь, собственно, вот это можно сделать custom field type, а что еще можно сделать? Да, на самом деле этот список, он довольно такой статичный. Есть такое понятие, как custom components, то есть вообще-то там есть абстракции для того, чтобы написать свою точку, свою точку расширения Jira плагина, но это сделать довольно сложно, то есть нам придется писать довольно низкоуровневый код, там вспомнить про сервлеты, вспомнить про какие-то более приземленные вещи, чем Atlassian Jira API. Ну вот по порядку, component, component import, это просто, можно считать, что есть спринговые бины, то есть они просто предоставляют какие-то методы, какие-то сервисы, какие-то синглтоны. Component import, это значит, что мы хотим заинжектить себе, например, ну буду говорить в терминологии спрингада, а бин из какого-то другого плагина, то есть в каком-то плагине у нас объявлен component, у которого там в XML-дескрипторе написано public true, соответственно, при помощи component import мы можем этот плагин себе в плагин подтянуть и его переиспользовать. Таким образом можно создавать зависимости между плагинами, встраивать некие там иерархии. Ну, G2E, container integration, понятно, до уровня низкоуровневая вещь, user interface, точки, куда можно добавить свой пункт меню. То есть вот если вспомнить там про плагины, вот мы видели, что plane tasks, он встраивается в левое меню проекта, то есть это там веб, а я не помню, что это, наверное, веб-пенел какой-нибудь. Веб-итом это то, что появляется, сначала веб-секшен, веб-секшен это то, что появляется в верхнем меню джиры, веб-итом то, что появляется непосредственно в этом выпадающем меню, если кто помнит, не важно, в общем, какие-то кнопочки, которые можно куда-то добавить. А вот, наверное, project-tap-panel, simple tasks, это вот UI-enchantments, project-tap-panel, мы добавили новый этап. Не мы, а авторы плагина plane tasks. Ну и так далее. Вот что-то еще можно вспомнить. Workflow conditions, workflow validators, workflow functions. Это то, что используется при построении workflow, то есть как у вас issue движется из одного состояния в другое, и все это можно там кастомное создавать. JQL functions. Jira query language. Это то, что используется при поиске issue. Там можно пользовательскими функциями пользоваться, вот можно тоже это все расширить. Ну, в общем, не буду в это подробнее вдаваться. Это все. Вот там есть ссылка на официальную документацию, где все это подробно расписано, просто какие-то возможности. Ну, вот здесь интересно, look and fill sim, но я вот его сюда включил. Но я не уверен, что это в Jira поддерживается, в Confluence точно можно свою тему написать для того, чтобы весь UI был, там, свой CSS навесить на все. Про компоненты, то есть помимо того, что можно сделать, а чем можно воспользоваться. Вот тут есть такая интересная вещь, такой божественный класс, называется component accessor. И у него есть вот эти вот все методы, которые тут там о том многоточии идет, они все статические. На самом деле все то же самое можно сделать при помощи dependency injection, то есть написать там application properties в своем конструкторе, и контейнер автоматически вам его туда подставит. Но все эти же ссылки на все эти сервисы можно получить через статические методы вот этого божественного класса component accessor. Более того, такой интересный подход, очень часто они используются в каких-то утилитных методах, то есть мы в каким-то утилитном методе тащим сервис. Но почему это можно сделать в контексте Jira? Потому что наш плагин всегда работает в Jira, то есть не может случиться так, что какой-то из этих компонентов недоступен. Да, мы всегда живем внутри Jira, поэтому здесь такое послабление dependency injection, то есть можно сломать это все и напрямую пройти, достучаться до любого компонента из любого места. Ну вот application properties, соответственно, посмотреть все настройки приложения текущие, там attachment manager, поиск по attachment, во всей Jira достать все attachment проекта, достать все attachment и issue, добавить все attachment загруженные каким-то пользователем. То есть все там, скорее всего, это можно найти, если что-то там найти нельзя, то можно самому сделать на базе того, что там есть. Ну и так далее. В общем, вот mail queue, да, это компонент, который используется для отправки писем, каких-то нотификаций вы там из коробки, например, вы там в Jira ищу какое-то, отредактировали, вам уведомление на почту пришло, можно какие-то свои уведомления сделать. Да, ну основная точка для того, где вообще искать примеры кода, это вот репозитории на Bitbucket, напоминаю, что Bitbucket тоже атласиановский продукт, поэтому они принципиально не пользуются GitHub, они все на Bitbucket выкладывают. Это нехорошо, неплохо, просто так есть. Ну и вот пример разработки плагина от начала до конца, то есть мы добавили в стандартный какой-то там более-менее стандартный для Java и Е приложений POM файл зависимость от REST API, да. Идея в чем? В этом плагине мы добавим новый REST endpoint в Jira, то есть по какому-то пути в Jira будут доступны какие-то данные. Вы там в браузере какую-то ссылку открываете, вам в ответ JSON с данными. Ну все просто, часто может понадобиться при интеграции со сторонними системами. На самом деле я вот скажу по опыту, там наверное 80% функционала, который наш плагин делает, который мы разрабатывали, он делает именно это. То есть какие-то данные отдает на сторону для интеграции со сторонними системами. Ну соответственно добавляем компонент типа REST в наш Atlantean плагин XML, если кто помнит, как мы добавили custom field type, то точно так же мы добавляем этот самый REST. Ну да, кстати, тут на слайде есть ошибка, кто заметит. Довольно очевидная. Вот там класса нет, да. А какой собственно класс будет обрабатывать наш запрос? Там все хорошо, да, пас, вот myREST ресурс, и куда, да, ну забыл дописать, то есть там еще должна быть, должен быть еще атрибут класс, который содержит полный путь, да, Jax.rs, собственно, класса. Создаем какую-то сущность, да, модель, который будет отдавать наш REST endpoint. Ну в данном случае используется XML аннотации, с java.x.xml.bind annotation. Это потому, что в качестве сериализатора для JSON используется Jackson в Jiri, и он в том числе поддерживает аннотации java.xml.bind. Кому не нравится java.xml.bind, то можно использовать аннотацию json.autodetect, и тогда там будет все как в нормальном Jackson. Но в чем плюс таких аннотаций? В том, что у вас формат, который отдает ваш REST endpoint, зависит только от того, вот на следующем сайте, что у вас написано вот в аннотации produces. То есть вы напишите здесь media type application.xml, и все, и у вас все то же самое сериализуется в XML, а не в JSON. Поэтому вот рекомендуется делать так. То есть если вы здесь будете использовать Jackson аннотации, то вам все равно, если вы захотите вдруг отдавать XML, придется эти аннотации дублировать. Понятно, что в наше время уже никто XML не пользуется. Шутка была, если кто не понял. Пользуется еще как гады. Собственно, вот два метода, которые отдают наш REST resource model. Неважно, как мы его получаем, вот как-то мы его там заполняем. Например, вот вторая ветка, когда ключ не предоставлен, просто дефолт Hello World. Отличный Hello World. Такая классическая Java. Это JaxRS, как он есть. Здесь нет никаких изменений со стороны Atlassian. Они там все под капотом. Обычный Джерси. Про литературу. На самом деле тут все просто. Вот все книги, которые существуют про Джиру, вот они на слайде. Их всего четыре. Ну ладно, известных книг хорошо. Может, есть какие-то подпольные авторы, которые там на Амазоне вообще не появляются. От себя могу порекомендовать вот Practical Jira Plugins и Practical Jira Administration. Когда мы начинали разработку для Джира, нам на глаза попалась книжка Jira Development Cookbook. В общем, в ней довольно много ошибок, довольно много такого откровенного индусского кода. В общем, я ее не рекомендую даже открывать. Покупать тем более. Вот Practical Jira Plugins наше все. Собственно, на этом у меня все. Привет. Спасибо за интересную лекцию. Но у меня есть небольшой такой вопрос. Вот там был дескриптор объявления плагина. Да, вот этот. Не, не, не. Вот такой. Который для… Ну, можно и этот в принципе. Ну да. В RestInPointе был объявлен URL. Если уже существует какой-то плагин, который юзает этот URL, как будут разруливаться в данном случае конфликты. Я понял. Я тут про это просто не сказал. Нет, никакого конфликта не будет, потому что в данном случае вот этот вот passMyRest ресурс, он будет относительным. Он будет формироваться, например, если у вас установлено Jira, там jira.dataart.com, то вот путь до этого ресурса будет jira.dataart.com slash rest slash ключ вашего плагина, вот Atlassian Plugin.key, потом идет версия, вот здесь вот версия 1.0 и потом, наконец, slash MyRest ресурс. Спасибо. Я ответил на ваш вопрос, да? Еще вопросы? Ну, собственно, доклад понятен. Спасибо большое, Андрей.